ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 потому что на данный момент нас посмотрела на ю-тубе вместе с остальными блогерам которые нас рассказали не меньше миллиона там в тик токе ну короче дофига и мне до сих пор не верится что прям ну такой беспредел может происходить. Микита Игорьич как руководитель стране правило нечет пользование автомобилями и вот он сейчас сделает в течение полчаса если не будут убраны машины вот поверьте это вопросов не возникнет ни у кого не угибал это еще пускай товар останется опечатывайте здание опечатывайте здание и все что продала компания просто как можно любезно позволено присутствовать я хочу проверить товар который они вывезли так не может быть составлен заказ его собирает три профессионала за день там не 20 миллионов рублей давайте проверять надо пожалуйста смотреть цены если у вас будут вопросы если хоть какая-то лишняя хоть одна штука пропала как то есть правовые способы да если вы считаете что вывезли больше чем или не то вывезли я считаю почему они могут сейчас проверить я точно знаю что так что нельзя вывезти два с половиной миллиона рублей что на вопрос аудиторской проверки сказали что это она назначается решением общества давайте назначим аудиторскую проект давайте вот и ввиду того что данное дело закрытом именно про грабеж и я ознакомился с материалами этого дела я расскажу как на самом деле обстояли дела какая правда есть на моей стороне какие видео какие доказательства какие свидетели какие нюансы странности и что есть на их стороне если если вы считаете что при отгрузке были какие-то нарушения пожалуйста эти люди не могли собрать товар какой-то заказ а директор мог они все которые руководить за 20 минут стоял на улице началась примерка сверка с их накладной которые сделали которые приехали к кучу конечно товара которая вообще не даже в этой накладной даже рулон ткани забрали его там вот это то что было в накладной а вот это вот это вот это такие огромные коробки это то чего в этой накладной не было но почему-то решили вывести даже образцы вот это то зачем у нас было все в кроссовках для фотосессий они даже это понимаете забрали вызывает полицию потому что обнаружила вчера к сожалению оставила здесь кошелек его тоже украли она попросила девочки спрятали его в ящик забрали вот у меня тут кошелек в столе лежал до вчера оставили девочки кошелек но типа ручка сломана пытались но не получилось ломать сейф и короба в 10 украденного товара это одна машина еще две машины не переситанные я покажу вам их показания это будет очень смешно я даже не верю что с такими глупыми показаниями можно закрыть дело знаете это что-то из разряда перелетели марсиане сказали никита иди собирайся нужно вывести вещи вот но мне пришлось вывести вещи двери сами открылись лазерным лучом потом я взял плазмоган и то есть вот это чушь на меня просто куча мужиков наваливается типа вы кто такая откуда чего и давайте мы вас проводим на ваше рабочее место меня сначала один вел по одной лестнице 2 до 2 этажа 3 потом уже довел меня на мое рабочее место я-то могу представиться зовут меня виталий я генеральный директор боу банафайг групп так конечно с вами приехали а вы будете вот на этой машине загружать то есть вы приехали в 5 утра забирать товар и путем распиливать двери то есть вы решили украсть товар и лекарство тут камера что ли ешкин матрешкин скрываемся блин трешка где где это как выключить это как это выключить то поэтому на сегодняшний момент мы выиграли все арбитражные иски там порядка трех-четырех документов признаны ничтожными поддельными недействительными доказаны убытки хищения сейчас идет процедура банкротства закрыты их магазины инстаграм соцсети в общем все то есть в принципе . поставлена осталось доказать все это в уголовной плоскости я тут работаю официально между прочим а у меня телефон обещают отобрать то что я мальчиков симпатичных хотела на память себе снять он какие высокие красивые для легкости счет сначала все расставляем фиксирую что еще украли коробки то есть это полноценная посылка фиксирую что здесь также спортивное питание которое не было в накладных даже сюда вы открали вон спортивное питание батончики и собственно я буду вам рассказывать о том как идут уголовные дела почему они не идут где они идут и почему еще с этим делать как с этим бороться не знаю меня ранее не разрешит так говорить я честно думал что только в отношении оппозиции в нашей стране могут происходить какие-то феноменальные такие нюансы законодательные но я никогда не мог подумать что это может произойти со мной то есть вроде бы государство меня должно защитить я должен предоставить доказательства но нет и на следующий момент если бы не арбитражные суды которые действительно как-то хорошо методично работают рассматривают иду движется то на сегодняшний момент я не могу понять что такое правоохранительные органы тем более в плоскости экономики а тем не менее дела движутся хорошо мы я считаю уже в принципе победили осталось дожать вот